Исполняющий обязанности губернатора в неформальной обстановке пообщался с крупнейшими бизнес-игроками Краснодарского края. Разговор проходил в формате пожеланий и предложений. Некоторые не упустили возможности пожаловаться первому лицу региона на сложности в работе. В частности, строители не понимают, почему отдельные поставщики материалов, например, кирпича, поднимают цены, что сказывается и на стоимости жилья в итоге. Рынок – это не ценовой беспредел. И следствием повышения цен является следствие снижения покупательского спроса, а также и снижения уровня жизни людей. Поэтому речь не идет о прибыли, всем уважении вашего бизнеса, а по длинной или короткой цепочке страдает конкретный потребитель. Если это наши производители и наша цепочка, значит, это и наше время эту цепочку подрегулировать. И я думаю, что у меня хватит сил и возможности, чтобы встряхнуть монополии в плане преломления того, что у них еще есть реальная ответственность перед тем народом, где они находятся. Государство не может в угоду кому-то или чему-то потерять свое влияние, потому что это дорого государству обходится. Чаще всего бизнесмены поднимали тему дорогих кредитов. Из-за этого срок окупаемости крупных производств может вырасти до 15 лет. А расплачиваться, как это часто бывает, приходится потребителю. Встречи с представителями крупного бизнеса в подобном формате Кондратьев намерен проводить регулярно. Институциональные отношения – это, наверное, одно из самых высоких достижений, которые в современной экономике существуют. И взаимодействие бизнеса и власти, на какой бы площадке они ни производили, они в любом случае дадут положительный эффект. Сегодня во многом были определены тонкие точки, тонкие места, на которых акцентировал внимание губернатор и дал нам поручение в течение недели подготовить аналитические справки по отраслям. Отдельно во время разговора глава региона поднял тему продовольственной безопасности, которая во многом зависит от эффективности работы крупных сельских хозяйств. Поддержка агропромышленного комплекса в регионе будет максимальной, заверил Вениамин Кондратьев. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.